Не закрывать глаза и не убирать стекло. Окуни себя в миску с мукой, если ты когда-нибудь была в мировом рейтинге. Всем привет, ребята! Меня зовут Алиса. И сегодня по вашим многочисленным просьбам я буду повторять жесть в лайк. Обычные нормальные ребята, блогеры повторяют нормальные видео. Нет, я всегда выбираю самую жесть, поэтому усаживаемся поудобнее, берем любимые вкусняшки. Возможно, вы будете повторять вместе со мной. Если это так и есть, такие просто отбитые сменчаки, напишите в комментариях, кто повторяет все, что я повторяю прямо сейчас. Посмотрим, сколько нас таких. Конечно же, ставим лайк на удачу, потому что он дает вам удачу. И если напишите коммент на удачу, прям повезет вам везде, во время карантина и где хотите. Поэтому ставим лайк на удачу и мы начинаем. Да, я люблю затягивать начало, потому что я оттягиваю момент. Потому что первый ролик именно с волосами. Кто смотрел предыдущие три части повторения, если не смотрели, вот туда кликайте или в ссылочку в описании. Я всегда пробую странное окрашивание волос. То мы использовали пасхальные красители, теперь будем использовать кое-что другое. Поэтому смотрим первое видео. Ну вы поняли, да, у этой девочки я понимаю обычная акриловая, даже не акриловая, а гуашь. Акриловая, думаю, мало кто рискнет покрасить свои волосы. Я подготовилась, ребята. Вот, у меня есть такие красители. Вы мне писали в комментариях, что это сухой, сухие краски, да. Вот, смотрим, что у меня есть. Напишите, что это. Посмотрите, они вот так реально сухие. Я использовала их в тренде, там, где нужно было в лайки на лицо. И я уже отковыряла свой любимый цвет, розовый, похожий на таблетку, но кушать мы это не будем. И я не придумала ничего лучше, как увлажнить волосы влажными салфетками. Они же влажные называются, что еще делать нам? Конечно, можно намочить голову, но почему-то моя фантазия работает так. А красить я буду именно вот эту часть. Хочу сделать кончики, потому что вы заметили, раньше красилась в розовый цвет постоянно. А сейчас такие вот скучные цвета, оттенки, поэтому я немножечко увлажняю волосы влажными салфетками. Проверим этот способ. У девочки там, конечно, зеленый, но, ребята, извиняйте, на мои просто светлые волосы зеленый смотрится как болото, жаба в болоте. Поэтому я предпочитаю розовое. Так, и давайте вот этот. Напоминаю, что у меня вот такие красочки, поэтому смачиваем розовый цвет. Я не знаю, насколько это получится, как бы, но испачкаемся мы точно. И прямо сейчас вот буду наносить вот так вот, знаете, просто посильней на наши кончики. Так, влажной салфетки оказалось мало, поэтому как можно лучше нужно увлажнить. Пока розовая только салфетка, но не волосы. И так я буду проделывать вот где-то вот эти все кончики сделаем. Надеюсь, у меня получится, потому что реально розовый цвет мне очень-очень даже нравится. Найти бы способ, как это все делать. Он так быстро высыхает. Поэтому, девочки, мы, наверное, сходим за водичкой. Я вернулась с водичкой. Попили, теперь можно макать наш краситель. Мне кажется, так дело пойдет быстрее. И, как бы, волосы тоже макнем. И хорошо, что я не работаю там колористом, парикмахером, стилистом. Все, короче, ребята, наносим вот это прям... Боже, розовое просто... Наносим это на волосы. Наносим это на волосы и не болтаем. Ну что, ребята, вы сами все увидите, что у нас все получилось. Я приготовила фен. Ну, как видите, он нам даже не понадобится. Не знаю, передает ли камера. Минус то, что концы стали вот эта вот часть очень сухая. Наверное, потому что краска слиплась. И, как бы, просто вы видите, что я с трудом расчесываю волосы, которые были реально чистые, помыты смазкой. А теперь у меня какая-то мочалка. Но на всю голову я бы не рискнула однозначно наносить, потому что у вас будет просто вот здесь мочалка. Но пряди или кончики, как я, сделать можно. И, о боже, да, вот это минус. Я надеюсь, вы слышите эти звуки просто... Как будто у меня солома, а не волосы. Хотя волосы у меня всегда были норм. Но цвет получился... Давайте поближе я вам покажу. Минус, вы видите, как бы, да, кончики. Они, конечно, еще влажные, но роли не играют. Но мне кажется, попробовать чисто, знаете, для какого-то видео покрасить кончики, это реально работает. Но не экспериментируйте с зелеными какими-то ужасными цветами. Я, конечно же, после видео это смою, но камера не так передает. В жизни это выглядит намного ярче. Возможно, когда волосы высохнут, и если их смочить каким-нибудь кондиционером, там, бальзамом, чем-то таким не смывающим, то будет норм. Но солому из волос мы сделали, ребят. Это были только цветочки. Поэтому остаемся. И да, если мы наберем 70 тысяч лайков, я сниму вторую часть, повторение жести. Поэтому ставьте лайк и смотрим второе видео. Оно уже будет пожестче. Не такое лайтовенькое. Я этот тренд увидела в первый раз. И, честно говоря, не знаю, тренд ли это или что это такое, но будем пробовать. И на заметку, ребят, я уже приготовила стекло, все необходимое. Долго думала, как это все закрепить. И, надеюсь, у нас получится. Но мне реально страшно это повторять. Я больше боюсь, что стекло треснет. Если у вас нет стекла, или вам не разрешают родители повторять с таким стеклом, это, по-моему, полочка от холодильника стеклянная, то у этой девочки есть лайфхак, как можно заменить стекло в этом тренде. Мне понравилась идея с яйцом, но с пленкой это смотрится максимально странно. Мы будем повторять со стеклом. Оно уже вот там на заднем плане. Возможно, вы его увидели, возможно, нет. Прежде чем, конечно, я бы привела свои волосы в порядок, но мне кажется, те предметы, которые я выбрала, они не только на стекло попадут, но и на меня. И я, как всегда, волнуюсь. Поэтому, ребята, поддержите, пожалуйста, меня. Еще у меня розовые руки. Все. Идем ложиться под стекло. Звучит странно. Короче, ребята, я готова. Пожелайте мне удачи. Еще я держу это стекло в руках, потому что так надежнее. Я обещаю пройти этот челлендж норм и не буду убирать стекло. Все, короче. Я готова. И не буду закрывать глаза. Страшно так. Я отвернулась. Ладно, можно перекинуть. Я закрыла. Не знаю, попадет ли отрывок со слаймом в ролик с вот этим слаймом, но посмотрите, что получилось. Он упал просто мне на футболку. Минус футболка, поэтому после видео я переоденусь. А сейчас будет в последнем раунде самый жесткий предмет. Вы можете, кстати, не глядя, написать прямо сейчас, что это будет. И посмотрим, кто угадает. Все. Опять ложусь под стекло. Я уже вижу, что это будет. И это очень страшно. Я постараюсь не закрывать глаза и не убирать стекло. Ребята, ну что? Я за столом. Пока вы еще не знаете, что меня ждет, поэтому предлагаю посмотреть видео. Это то, что я вам обещала под предыдущей реакцией. Кто не смотрел, кстати, посмотрите ее. Я очень боюсь, поэтому тяну время. У меня здесь спрятан секретный ингредиент, который будет портить мое лицо. Вот вам загадочка. Ладно, включаю видео. Окуни себя в миску с мукой, если ты когда-нибудь была в мировом рейтинге, красила волосы в яркий цвет, не спала до рассвета, притворялась, что заснула, строила дом из подушек, покупала ненужную вещь. Блин, ребята, эта девочка так радостно окунает себя в муку. Короче, берем пластиковый тазик, миску, что угодно, главное не стеклянное, потому что можно носом стукнуться, и побольше муки. Давайте прям всю, наверное, добавим. Вот так прям хорошо. Я уже знаю эти вопросы. Все, конечно, закалывают волосы, но мои волосы уже и так испорчены, поэтому я просто убираю волосы назад. Надеюсь, вам будет видно. Удобно мне окунаться, или может мне так? Давайте я буду держать в руках. И все, включаем вопрос. Так, подождите. Раз, два, три, начинаем. Я не могу. Все, включаю, быстро. Окуни себе в миску с мукой, если ты когда-нибудь была в мировом рейтинге, красила волосы в яркий цвет, не спала до рассвета, притворялась, что заснула, строила дом из подушек, покупала ненужную вещь. Ой, блин. Ребята, я не знаю, как у них получается, но у меня просто мука попала в нос, и я сейчас чихну. Я, конечно, в шоке, но этот тренд мне понравился. Я не знаю, как в таком виде с вами прощаться, потому что мне все попадает в глаза, и это выглядит очень-очень странно. Офигеть! Просто у меня... У меня ресницы как будто я седая. Давайте немножечко это просто все стрясем, потому что это страшно смотрится. Ребят, я пыталась смахнуть муку с лица, чтобы с вами попрощаться. Я надеюсь, вам понравилось видео, потому что я, если честно, ожидала худшего. Мне понравилось повторять, и если мы наберем много лайков, комментариев, я сниму уже четвертую часть. Но все, я не буду затягивать, потому что мое лицо и так ужасное, и всем пока-пока! А это для обложки.